Алтай с премьерой Игрок команды Алтай Илья Ронин Друзья, приветствую Здравствуйте Ну что вам, во-первых, с победой С крупной и важной Во-вторых, продолжаем нашу традицию В прошлой записи мы договорились, что с кубком приходим сюда И вот, собственно говоря, мы здесь Давайте подведем итоги, наверное, прошедшего сезона Степан, вы как главный тренер Насколько он был сложным и интересным? Ну, в начале было все сложно Потому что мы первый раз участвовали в суперлиге Не первый раз, то есть второй Но с таким составом, боевым Поэтому первый тур С первого тура сразу же мы стали лидерами После второго тура мы укрепились Ну, а третий, четвертый тур уже уверенно доводили до завершения Поэтому игрокам, спортсменам большое спасибо Они все выложились, все сыграли результативно Поэтому я результатом очень доволен Илья, доволен ли ты результатом? Так, без закупки тебе надо немножко выглядывать 13 килограмм мешаются Доволен ли ты сезоном и именно своей игрой? Я сезоном в целом команды доволен Своей игрой не совсем Поскольку этот сезон, лично я сыграл немного похуже, чем предыдущий Почему? Не могу сказать Возможно, играл, потому что с соперниками немного посильнее Ага, ну мы у тренера спросим А в каком туре уже стало понятно, что Алтай претендует уже на первое место И в каком туре все решилось? Нет, ну до конца в четвертом туре только можно всегда сжигать Последний тур был решающий, да Но после третьего тура мы уже, когда мы с большим отрывом оторвались уже от команды Караганды и Майкопа То есть там у нас был задел плюс 4 очка, по-моему Три игры можно было Три игры, да То есть на четвертом туре нам надо было всего выиграть три игры Поэтому мы выиграли пять, одну проиграли в Казани Ну молодцы ребята с Казани, они дали бой, как бы все по делу обыграли Команда мастеров Алтай довольно-таки молодая, да, два года играет на таком высоком уровне Можно ли уже, так сказать, найти удобного соперника, да, ну если можно так назвать и неудобного? Да нет, это как сказать, это же индивидуальное Это не баскетбол, не волейбол, футбол, за что там можно посмотреть у тех какая-то тактика и все Здесь каждый, мы даже не знаем, какой состав будет противник выставлять Скамейк это из восьми человек составит, кто приедет на тур И еще из пяти кого выставят Поэтому все это жеребица в темную Таких нету Но мы, к примеру, уже знаем, кто в каком составе будет играть И под них уже ставим наших спортсменов, кто с кем лучше играет и кто кому удобно, да Ну, на Илью, да, выпадает большая, он играет практически сильнейшими всегда игроками Илья, я тебе уже как-то задавал этот вопрос, и ты на него шикарно ответил, думаю, сейчас будет то же самое Скажи, как в теннис играет в Алтайском крае, да, какой стиль игры, понял, да, вопрос? И какой стиль игры у, например, других регионов, какой самый был, ну, сложный, непривычный, который было сложно подстроиться Так, ну, повторюсь, что в Алтайском крае стиль игры больше астросюжетный такой Поскольку у нас тренировочного объема меньше, но в связи, ну, нужно как-то сопротивляться И из-за этого нам нужно тренировать какие-то удары, которые будут более разящими для соперника Соответственно, и вероятность ошибиться намного больше В центральной части России такого нету, у них объема соревновательного больше Тренировочного объема тоже больше, и из-за этого они могут себе позволить именно на розыгрыше На количество розыгрышев все растягивать, всю игру То есть простая подача и пошло в держание мяча на столе Вот, а у нас такой практики, такого опыта меньше Больше даже, я как сказал, соревновательного Из-за этого мы пытаемся постоянно рисковать Из-за этого наши удары, во-первых, более разящие и ошибок, соответственно, больше То есть тут уже как пан или пропал То есть если все сложится, можно соперничать с ними Если не пойдет, то тут уже никак Насколько сложно переключаться уже в момент игры на какой-то, может быть, другой стиль, на другой характер игры? А здесь переключиться никак То есть ты как тренировался, как ты раньше на соревнованиях играл, ты так и будешь Просто вопрос другой Сможешь ли ты сопернику навязать свою игру? Вот Насколько это сложно? Это получается надо перебить стиль глистоперика? Это значит нужно, во-первых, то, что можно тренировать, сильную подачу, с которой тебя не втянут в розыгрыш Все, понял, да Вот Это можно тренировать без тренера, без всего Вот А дальше уже как твоя физическая форма То есть сможешь ли ты после этой подачи как-то выходить и остро атаковать То есть на пике формы мы же не всегда можем быть Вот Это тебе знакомо Спасибо Вот И поэтому Вот если сможем мы после этой подачи как-то противодействовать его приему Так мы сыграем Ну и каждый розыгрыш это новый розыгрыш Да, и ему надо к каждому по отдельности подходить Поэтому нет такого, что ты сейчас так сыграешь и второй я так же буду играть То есть и он смотришь, как соперник меняет стиль игры Так же уже тоже начинаешь Сейчас подведу к следующему вопросу, Степ, тоже он будет адресован тебе Когда команда, ну или клуб, да, входит в какую-то новую лигу Будем смотреть Алтай и Суперлига Какие ошибки мы допустили в первом сезоне, но разобрали их перед началом вторым То есть чему мы научились за вот эти два года и что поменялось в команде с самого становления? Да, если... А, 20-21 или 21-й? Да, давай, давай так разберем Сначала, ну мы же первый раз там участвовали, поэтому постарались участвовать в сборной Сибири Как бы лучших игроков Но это не считается ошибкой Мы просто вошли хоть посмотреть, какого уровня там игроки Да, но результат оказался 10-е место у нас Поэтому пришлось прибегнуть спортсменами Теми, которыми как бы проживают у нас в Краснодарском крае Но они выступают за Алтайский край, да С ними переговаривали, просто до этого они играли в других клубах Участвовали Они согласились играть как бы за команду Алтай Поэтому в течение сезона, я бы не сказал, что были какие-то уже ошибки Мы как начали, так и завершили все удачно Да, были там проигрыши Но это... Ну, не критичные Не критичные, да Без них никуда Без них никуда, да Плюс другие игроки тоже же делают выводы Спортсмены, там кто-то усиляется, кто-то уезжает, кто-то приезжает Это целый год там Нет такого, ты взял состав и с этим идешь Кто-то болел Поэтому Ну, вот сейчас вот какие выводы мы, да Будем делать с премьер-лиги Это, конечно, сейчас самая такая головная боль, можно сказать Как нам поучаствовать Задача какая, да Поучаствовать в премьер-лиге Задача первая стоит не вылететь оттуда Закрепиться там Ну, к премьер-лиге мы еще вернемся Вот про вот это золотое состояние надо поговорить Что это за кубок Знаю, что 13 килограмм, да, вы говорили Весьма интересная история, как он добирался в Бурнаул Я думаю, здесь тоже можно телезрителям нашим рассказать Ну, да, его перед награждением взвесили местные Им тоже было интересно, когда они получили посылку эту Потом, проходя, спросил, сколько весит Они сказали, 13,5 килограмм, да Пришлось ее на руках Я не знаю, то ли с опытом, то ли как Никому решил не доверять это, да Все сам возил Только уже, вот мы уже с Ильей в самолете уже Посадили его Было отдельное место, да? Отдельное место, да, для него, да И он с вами полетел Ну, тяжелый, правда И, что не странно, давали всем такие кубки в разных лигах И девочкам, как бы, тоже давали Там даже на награждение у кого-то, видишь, они четвером его держат Чтобы не уронить Ну, зато приятно Ну, и возвращаемся теперь уже к планам на следующий сезон И к премьер-лиге Будет ли команда, ну, будет, да, Алтай выступать 100% В каком составе и вообще какие планы и задачи? Задачи, да Как я уже сказал, нам надо закрепиться в премьер-лиге По составу, те, которые у нас играли, они все остаются Но нам надо еще будет усилиться, да, двоими игроками Переговоры идут Идут? Да, потому что сейчас проблемно с игроками Потому что некоторые играют за границей Кто-то наоборот, то есть Им не продляют там за границей Поэтому такие команды, две сильные, как Газпром и УГМК Тоже потеряли спортсмена, потому что у них играли одни иностранцы только Поэтому еще немаловажная часть это финансовая Мы не можем конкурировать с Газпромом и УГМК Поэтому ясное дело, они будут самые сильные игроки Нам некому мечты исполнять Поэтому так, ну, как бы все остаются Состав же расширен, там до 8 человек Можно подавать заявку Там уже посмотрим Но разговоры-то есть молодые, которые нам предлагают Которые 17 лет, 16, которые входят в сборную России Поэтому они готовы играть Бесплатно даже Потому что они не участвуют в премьер-лиге Поэтому можно будет этим пользоваться Давайте раскроем немножко шторку Что такое премьер-лига Мы знаем, что это элита настольного тенниса Что она себе представляет Насколько будут сложные игры Насколько вообще важно там выступать Ну, вот сейчас закончился у них сезон Но еще остался плей-офф Я вам скажу, что такая команда, как Казань Рейтинг у них там, я не знаю, в два раза, наверное, больше Ну, не два раза Ну, то есть игроки сильные Они идут на вылете на 11-м месте Если считать до всех этих событий Ну, Газпром, УГМК Это играли, мы уже говорили Это сильнейшие игроки Европы И практически мира играли за эти команды Поэтому они все время выигрывали Лигу чемпионов Уже на протяжении 5-6 лет То Газпром, то УГМК Они могли позволить себе сильнейших игроков То есть там простых игр нету Мы сейчас, если честно, конечно Мы самые слабенькие в этой лиге Если мы сейчас туда зайдем Поэтому надо какое-то укрепление Как будете? Будет ли меняться вообще тренировочный процесс? Ну, тренировочный По возможности По возможности, да Потому что если у нас будет опять с Краснодара Опять все дистанционно Ну, каждый понимает свою задачу Мы же можем тренировать только вот Илья и Дима Основные, да, у нас кто? Стабильность Да, здесь за ними можно присмотреть Они сами уже взрослые Все эти тренировки Сами работают тренерами Поэтому все знают Ну, а те профессионалы Это их работа Поэтому Ну, еще напомню, что теннис Индивидуальный маленький вид спорта Да Поэтому Ну, у нас есть Как сказать, не помощник А у нас Хорошо, что в Краснодарском крае есть Максим Казанцев Поэтому Он там контролирует их процесс тренировок Илья, ты что ждешь от следующего сезона? Насколько важно? Как понимаю, ты будешь впервые, да, играть в Премьер-лиги? Конечно Я в Супер-лигиде в два раза Можно бы там где-то, где-то Получилось От следующего сезона Следующего Как бы эмоционально я готов играть А физически Нужно больше тренироваться А как будет по факту Это тренерскому штабу рештать На что надо будет делать упор? На что будешь лично ты делать упор? Именно в тренировочном процессе? Ну, на физическую форму Я имею в виду на перемещение около стола Ну, и, наверное, многих интересует вопрос Раз наша команда прошла, да, в Премьер-лигу Будут ли туры проводиться у нас в Барнауле? Знаешь, там уже есть Много вопросов, много нюансов И, скорее всего, нет Мы бы очень хотели, конечно, провести один тур Как мы и делали в Супер-лиге Мы провели его два раза В том сезоне и в этом Но для Премьер-лиги Условия должны быть намного лучше В первую очередь это покрытие Которого нету Террафлекс, которого нету в Барнауле И плюс освещение должно быть не менее 1000 люкс У нас, насколько я знаю, таких спортзалов нету Там для сравнения, наверное, Победу, да, привести? Ну, Победу, да, но вот мы проводили Ну, там для спортсменов покрытие немножко скользковато Свет, давайте честно говорить Он не такой яркий, который должен быть, да Поэтому, если со Светом там вопрос решится Конечно, с Террафлексом можно попросить у Федерации Чтобы они закупили для нас Это и хорошо, что он останется у нас Поэтому, если честно, первая задача – это Свет Все остальное – это решаемо И даже решаемо, что мы можем у Федерации Она с нами плотно работает, Россия, да Попросить один тур Да, это все должны с Европы приехать в Сибирь Это тоже, как бы… Да, ну и не все желают Но я что хочу Вот когда мы проводили третий тур Я вам скажу честно Сколько болельщиков у нас было Такое не было ни в Казани Нигде были мы ни в УГНК Мы играем Даже на премьер-лиге не собирается Ну, даже на чемпионат России Сколько не собирается, сколько собирается И я думаю, что если мы возьмем Ну, дай Бог, премьер-лигу Ну, те территории, которые Томск Кемерово, Новокузнецк Все эти любители иностранного тенниса Обязательно приедут посмотреть на лучших игроков Ну, мы будем в это верить Мы будем верить, да И надеяться, и продолжать нашу добрую традицию Но пока, наверное, после первого тура Мы, наверное, здесь собираемся и обсудим Мы вам расскажем, да Че вообще, как мы там Куда мы попали, да Вот Ну, наверное, на этом наше время К большому сожалению подошло к концу Занимайтесь спортом и играйте в настольный теннис Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!